я не знаю что мне делать смотрите немножечко затронул да вот все время пропускаю ваше письмо понимаете дело в том что я его все-таки присуща но на него ответа нет знаете сейчас я объясню хотел бы узнать про наслаждение метра это что хотел узнать хоть я его и придумал но все тоже хотел бы узнать насыщение метров это мечует вот это ну как сказать параллельное направление они где-то смыкаются потому что если насыщение плюс усвоение можно даже разновидовать и совмещать вот поехали дальше насколько так мы скоро не это скоро насколько поколение возможно улучшение качеств улучшения у меня таких примеров много вот таких так особенно касается косточка вы знаете семечками так-то просто они настолько упрямые но если говорить о косточках туда улучшение вопрос на сколько сочетаем дальше возможно ли деградация или сказать уменьшение культурности и вкусы вот вы знаете у меня такие случаи были но опять и они как-то какие-то качества которые не присущи сочи какой-то привали он устоявшись например я привал вот надо было фотографии я привал этот самый роскошный академик да вот кстати он не был роскошный 40-50 грамм нормально он такой есть и по справочкам есть мы все знаем что великий казмин его сделал вот а у меня он начал увеличиваться в одном случае и у меня появился абсолютно раз он закрепились качество уменьшился в два раза в другом случае получилось есть классический так а я вам его показывал на прошу помните ветка такая много-много-много они со своим носиком вот потом я показывал вот такие вот в одном случае так и я вам не показал потому что вопрос а вот он появился мой который называю артем 2 не официально артема никакого отношения к нам не имеет артем 2 ну совпали название потом поздно было уже у меня и по вот артема моего сына звали вот получается зовут получается и там закрепились новые качества и тут был академик стал мне меньше полтора раза оказался артем зато урожайность невероятная и морозостойкость невероятная он как бы за счет уменьшения размеров увеличение количества по принципу больше дам семян легче это сохраню потомство больше потомков больше потомков а в другом случае где-то получилось так что ему очень даже когда дерево попадает на подвой и ему становится комфортно оно улучшает свои качества по той причине что первая деревня земля были культурными Наталья и Ольга уже комфортименту качали сделайте сейчас вот так я не обижусь потому что и без вас уже хватает этих это было сказано доктором наук крупнейших журналах поехали дальше то есть я привел два примера получилось уже три варианта вот были такие примеры назвал подвой должен быть все время один и тот же сорт для того чтобы хоть как-то сохранить новый тетинный гибрид да подчеркиваю подтверждаю подвой должен все время один и тот же сорт или даже одно и то же дерево и видите это вы меня ссутируете одно и то же дерево или корневая порость одно и того же дерево и да и это конечно возможно менять по двое для улучшения разных качеств конечно меняете каждый раз будете начать сначала как у меня было 40 привек 39 королевских мертвых а когда дошло до 100 до 100 на пятом поколении только даже не 100 и 100 а 98 99 и 100 пожалуйста меняйте вы хотите еще раз сделать у меня получились клоны да они у меня увеличили как бы количество вариантов а вы еще кто бы спорил уберите пожалуйста вот теперь так с какого дерева брать сиренки для следующего поколения вот с верхушки с центра от боковых веток светки с подушками наоборот брать плодоведский день плодушек насколько быстро можно сделать поколение наслоение каждый год надо делать насколько бы с каждый год хотите резонт каждый год так вот возвращаясь вот к этому смотрите откуда брать значит заморачиваться не надо плодушками практически все она достаточно на самом деле где-то примерно с третьего года в среднем абрикосы сливы вишни могут быть цветущими почками то есть они могут попадать среди ростовых а может как на абрикосе все подряд до самой рахушки вокруг каждый ростовой целый букет 3 а иногда любой отборщик по сторонам по бокам а принцип 1 я как бы это и практический совет принцип они вот она ветка выбрали самую длинную ветку лучше сбоку ветки волчки они могут подвести по другой причине потому что вы можете даже не сообразить волчок как правило почему и считает плохими это не я это я отвечаю на вопрос полу троценко он настолько не вредно как сказать хочет все знать как правило волчок появляется не из почки а из клетки и обладает совсем другими качествами то есть он выступает им вообще в принципе по качеству вот его поэтому не любят но во многих случаях когда они появляются на нижних ветках на скелете или прямо на штампе в нижней части а это сигнал бедствия там наверху не все благополучно готовится замена пусть она уступает но что делать ведь мы же сюда привезли деревья когда-то будет чуть ли не с африки шли то на север вспомните когда-то древней руси и что-то абрикосы росли и вот получается что пока шли кто-то приспособился кто-то умирал и за многие поколения уже современных садоводства это последние 200 лет уже отрицательное отрицательное как сказать мнение сложилось именно о ветках вертикальных которых мы называем еще и ложками ладно на всяких случаях пока не будем так теперь с верхушки не дай бог это самое там ну как я допустим работаю на всех то есть я режу серенки я верхушечки не беру даже если не хорошие там жесткий климат там больше ветров вот они имеют свои свойства например если ко мне этот самый то оценка или вот например александр николаевич его фамилия кстати ну походу вспомню так вот александр николаевич значит те ветки самые верхние для селекционеров почему более жесткие условия у них свои особенности ветки и у будущих этих тысячи лет может быть даже миллионы они были были один слой а нижние скелетки ветки они более комфортно условия я предпочитаю сказать берем середину почему может быть просто эта ветка и неполноценная раз там ветра там мороз сильней вот кстати сильнее они есть обманчивое мнение что внизу холоднее а вверху теплее это неправда вот берем ладно середину выбрали наверное с солнечной стороны почему больше витаминов больше питательных веществ и так далее и наверное они естественно однолетний просто а мы ниже увидим еще эти другие интересные варианты но пока вот так это сама еще николаевич песоцкий фамилия чуть не опозорился тоже один из самых толковых людей которые мне повезло прошу прощения бывает очень ценно не ценно как важные звонки сильно много вокруг людей болеет я быстро так вы знаете я должен прервать сейчас идет первый час трехчасового вебинара прямо сейчас у нас выход даже о чем вы говорите давайте завтра поговорим ладно долгать 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 прошу меня извинить до свидания она сейчас хотела задать вопрос на который я собрался говорить или сегодня успею не на сегодня вебинаре ладно вот теперь что получается итак фамилия Александр имя Александр вот Пересоцкий Александр Николаевич умнейший мужик я даже не ожидал что он будет такие вопросы задавать он это знает не лучше не хуже меня но может какие то уточнения ему понадобились вот теперь и так значит ветка прирост последнего года самая длинная и дальше мы берем с нижней части это ветки почки на прививку то есть фрагменты с почками с нижними а подробнее где кончается где оставить вот видите вот это есть вот эта часть самая ценная для прививки вот эта часть остается потому что это маточное дерево оно жертвенное вот и меня буквально мы до этого дойдем наверное для этих кандидатов к наук придется десяток фильмов выпустить почему они элементарные вещи не знают ну как можно железо мордой тыкать ты сам режешь а другим не даешь запрещаешь ну может другое слово не советуешь вот если бы мне не нужна была ветка на прививку вот это вот я отрезаю да Елена Александровна Савиньевич повезла в Красноярску у нее уже свои подросли тогда черта бы я стал резать то его а вот эту разницу понять что есть жертвенное дерево есть дерево за морской на дальнем плане видите груша если я ни одной ветки не срезу вот она а то что загущенная мне 10 килограмм 10 ветер хватает прежние годы это видели и мои эти как сказать фильмы где Тимошка 9 ветер собрал я схватился за голову пообещал ему они мелкие по 100 рублей пришлось 900 рублей с кармана выкладывать вот но это к слову это дикая груша но я же ее не калечу цветение дикое урожай это да это мы не все собрали мы тогда там под листьями еще больше оставалось вот а это жертвенное дерево как можно не понять что морду это тыкать то за что так насколько быстро можно сделать следующие поколения слоения каждый год можно брать черенки с прошлогодней привыкки нужно брать черенки с прошлогодней привыкки а со стерео а со старого дерева можно брать черенки для наслоения метров конечно можно может в каком диске про наслоение метров есть подробнее ну наверное 1.12.13 семинар в Москве там наиболее подробно запоминайте 1.12.13 хотя надо бы еще подробнее ну вот руки опускаются за таких этих умных девушек которые шикарное образование вот которые под себя подмяли ну представляете канал или как он там называется страница Туманова уважаемый мной человек а они умнейший мужик на его канале делают погоду ну если учит людей уничтожать деревья вот мой брат Юлия не выдержал ну и чем кончилось принцип такой сам дурак и руки опускаются конечно это самое надо специально про это еще подробнее еще подробнее сделаю все это это это